В предыдущей серии мы побывали на стоянке списанной железнодорожной техники. А теперь отправимся в недостроенный магистральный канализационный коллектор с похороненным в нем щитом. За моей спиной ствол канализационного коллектора, недостроенного. Его глубина порядка 15 метров, наверное. Осенью 1989 года в одном из районов Рязани было начато строительство нового канализационного коллектора. После распада Советского Союза из-за прекращения бюджетного финансирования строительные работы были остановлены в июле 1992 года. Спустя еще некоторое время, когда стало ясно, что средства на продолжение строительства коллектора выделены не будут, было принято решение законсервировать объект. И в 1994 году были произведены работы по консервации объекта. Я сейчас стою на одной из средних площадок, и такой открывается вид вниз. А надо мной еще примерно половина ствола, и там выход на самый верх. Надо сказать, что спуск вниз ствола по людскому ходку заставил здорово понервничать. Пролеты неплохо прогнили за эти годы, а местами нерадивые охотники за металлом начали пилить сам ходок. Поэтому риск улететь вниз с очередным пролетом был весьма реальным. Сейчас я нахожусь на самой нижней площадке ствола, от которой уходят два ответвления коллектора. Глубина ствола где-то чуть более 15 метров. А вот здесь идет леской ходок. В этом стволе есть несколько пролетов изрядно прогнивших. Это нижняя площадка ствола. Здесь уже начинается ответвление самого коллектора. Он уходит в обе стороны от ствола. Очень много мусора внизу ствола. Здесь начали пилить на черме от рельсы, которые были проложены для вагонеток. Здесь они в стволе сложены для подъема наверх. А вообще вот так вот выглядит коллектор после щитовой проходки и установки бетонных тюбингов. Здесь местами можно видеть остатки невыбранной породы. С началом массовой жилищной застройки поднимался вопрос о возобновлении строительства тоннельной части канализационного коллектора для дальнейшего подключения стоков от новостроек. В октябре 2011 произвели обследование технического состояния уже построенной части коллектора, которое показало, что он находится в удовлетворительном состоянии. Была произведена корректировка инвестиционной программы города Рязани на 2012 год с учетом планов по продолжению строительства коллектора. Однако этот проект так и не был реализован. Мы продолжаем двигаться по коллектору, там где сохранилась узкоколейка. Мы приближаемся к месту, где уже при проходке осталась невыбранная порода. Кстати, что интересно, почва здесь песчаная. Мы подошли к самому интересному месту в этом коллекторе. Здесь во время проходки был оставлен щит. И за моей спиной находится проходческий щит, которым, собственно, и навелась проходка этого коллектора. Наверное, ни для кого не секрет, что строительство подземных инженерных коммуникаций закрытым способом или щитовая проходка широко используется для выполнения работ без вскрытия грунта, зачастую на большой глубине залегания строящихся объектов. Для этого используются туннели-проходческие механизированные комплексы, называемые еще проходческими щитами. Один из подобных щитов и оказался брошенным в недостроенном канализационном коллекторе. Познакомиться с устройством туннелей-проходческого комплекса я предлагаю вам на примере более современной модели, ведь принцип работы и у этого щита, и у современного один и тот же. Режущая головка щита, вращаясь с определенной скоростью, зависящей от типа породы, обеспечивает разрушение грунта и подачу его к шнековому транспортеру. Находящемуся позади головки и предназначенному для транспортировки выработанного грунта. Движение щита вперед обеспечивают гидравлические домкраты, способные выдвигаться на различную дистанцию, тем самым обеспечивая необходимую траекторию движения щита. В хвостовой части смонтирован установщик тюбинговой крепи, или, проще говоря, тюбингов. При проходке сразу производится монтаж бетонных тюбингов. Более подробно о принципах строительства подземных инженерных сооружений и щитовой проходки в частности, мы рассказывали в нашем видео о кабельных коллекторах, перейти к которому можно по открывающейся ссылочке в правом верхнем углу экрана. Первое, что здесь встречает нас на подходе к щиту, это развороченная электрическая распределительная коробка. Ну а дальше мы видим механизмы уже непосредственно самого щита. Вот это была конвейерная лента, хвост щита, по которому выбранная порода подавалась назад и уже вагонетками отвозилась к стволу, где и поднималась на поверхность. Мы подходим непосредственно к самому щиту. Здесь сохранилась гидравлика, которая управляла домкратами проходческого щита. И мы можем видеть даже один из тюбингов, который после проходки должен был быть установлен на свое место, а именно вот сюда вот. Здесь мы видим домкраты. То есть принцип действия проходческого щита заключается в следующем. Он, упираясь в установленные уже за собой тюбинги вот этими домкратами, двигается вперед, вращая механизм роторный, который черпает породу. И порода, выбранная щитом, подается по конвейеру уже назад, где вагонетками отвозится к стволу и поднимается наверх. Домкраты приводятся в действие гидроприводом. Вот здесь мы можем видеть гидравлические шланги. А за домкратом идет установщик тюбинга. И вот такой вот бетонный тюбинг монтируется после установки гидроизоляции, монтируется за домкратами щита. Здесь очень интересное место. Это механизмы управления щитом. То есть вот здесь вот задавалось очевидно давление необходимое гидравлике. Еще какие-то другие операции, выполняемые оператором проходческого щита. Я сейчас нахожусь в самом чреве этого щита. И вот это вот его рабочий механизм. То есть путем вращения вот этой части щита как раз происходилась выборка породы. Вот это вот подвижная часть щита, которая срезала грунт. Ну а здесь можно видеть, щит остановился, где он выбирает породу. Потом устанавливается гидроизоляция. И после гидроизоляции монтируются тюбинги. И уже после монтажа тюбингов, уже после осуществления проходки, осуществляется чистовая обделка коллектора. Как правило, делается еще один слой гидроизоляции после тюбингов. И дальше уже коллектор может обделываться, скажем, бетоном. И здесь еще наглядно видно, почему, скажем, диаметр проходческого щита может быть 3,5 метра, а диаметр уже готового коллектора составляет 2,5 метра. То есть мы здесь прекрасно видим, что где-то около, наверное, сантиметров 30 уходит на тюбинги. И над ними гидроизоляция, потом ниже делается еще слой гидроизоляции. И уже чистовая обделка. То есть разница между диаметром щита, который осуществляет проходку, и готовым коллектором составляет обычно 1 метр. Ну или около того. Вот это да! Вау! Почти вышел! И на аватарку! Что, записывал, что ли? В следующей серии мы отправимся исследовать корпуса одного из филиалов московского некогда ведущего в отрасли НИИ и его разветвленную подземную часть. Погнали! Погнали! Снимаешь? Да! Ну и как не поизвращаться, блин! В этом коллекторе! В этом какашнике! Из-за того, что они далеко стоят, это неудобно. Блин, я так не смогу, как хотелось сделать. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и, конечно, оценить его вашими лайками. До скорой встречи на нашем канале! И всего вам самого наилучшего!